Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно Работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Сказать Наши виды уважает программа Народная трибуна Со мной в студии Номи Сим И с нами на связи Павел Черноуса Здравствуйте Павел Здравствуйте 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 Номи Ну что ж друзья мои В заставке слышали Сто лет назад Революция которой так Долго мечтали большевики Свершилась Ура ура Да да сто лет Сто лет прошло с тех пор Но кто то по прежнему празднует Нэнси Пилоси ничего об этом не говорила Может быть они выступили с траурным заявлением Вместе с Чаком Шумером Может быть Джори Браун Или Дайан Фанштайн Выступили с какими то горестными словами Вы не слышали Сергея Может быть я что то пропустил Наверное я что то тоже пропустил Никто из них так сказать Ни с какими Траурными Высказываниями не выступил Некоторые вот празднуют Этот праздник И к слову сказать Дело Маркса и Ленина Оно ведь не умерло Оно ведь шествует по планете К сожалению Сергей знаете У меня такое ощущение Что в стране В прошлом году Была предреволюционная ситуация В буквальном смысле Когда если бы победила Любительница Носить эти Знаете Костюмы мужские Если бы она Победила То страна была бы Вот буквально Вот в таком небольшом расстоянии От социализма Полного И это очень опасно Поскольку угроза никуда не уходит Она продолжает оставаться там Из-за этого нужно всегда Держать ухо востро Некоторые опросы Общественного мнения Показывают Что по-моему 51% молодежи Там в возрасте От 19 до 26 Что ли Или до 30 лет Считают Что социализм Это здорово И они хотели бы Его построить Но кстати Пожалуйста Вот езжайте В те страны Которые это имеют Бенезуэлла Попробуйте там жить Потом поезжайте назад Если вы считаете Что это не для вас Вы знаете Вот Ну ладно Есть там городские дурачки Которые просто ничего не понимают Но есть люди Которые Профессионалы Есть адвокаты Есть врачи Которые в принципе Поддерживают Скажем Левое движение Демократическую партию И Некоторые из них Вот говорят Один мой знакомый Хороший Славный человек Специалист Все Мне приятно с ним общаться Но он придерживается Вот таких взглядов Левых Мы когда говорим Скажем О каких-то вещах Ну а бытовых Налоги высокие Он говорит Ну я бы не прочь платить Еще немножко больше налогов Если бы я был уверен Что они пойдут Ну вот скажем Понимаете Вот скажем В 2011 году Нам повысили в нашем штате Колоссально налоги Просто беспрецедентно Повысили налоги Результат получился Тот же самый Как мы был Как штат был В финансовой яме Так и остался Сейчас опять нам повышают Из года в год Повышают налоги На недвижимость Налоги в штате Нам опять повысили И вот Мне интересно Ведь умный парень Ведь специалист Ведь доктор Но почему Как он не может понять Что Какие последствия будут То есть Повышение налогов Хоть 90% Им отдавай Результат будет Тот же самый И в принципе Мне кажется Сергей Это из-за того Что люди Которые работают В высокоинтеллектуальных Областях Которые может быть Имеют высшее образование Которое применимо В узких В узких таких слоях В узких направлениях Они изолированы От Знаете От Какого-то Влияния Экономики Которое оказывается На простых людей Поскольку Им не нужно Заботиться К примеру О расходах Им не нужно Заботиться О всех вещах О которых Заботятся Все остальные Из-за этого Они ощущают Себя изолированными В обществе И поэтому У них плодятся Эти абсолютно Фантастические Сумасшедшие идеи Поскольку Они не осознают Последствий Ну вот Ты знаешь Когда он Для себя Открыл Что ему На следующий год Налоги на недвижимость На его дом Подняли На 10 тысяч Он как-то Реально Это ощутил Я не могу Сказать Потому что Реакция Его была Ну то есть Он не взорвался Там Бранью Но реакция Его была Довольно Такой Негативной И И при этом Он все равно Поддерживает Эту партию При этом Я не понимаю Это Он возмущается Я приводил Уже пример Когда две Совершенно очаровательные Девушки Тут в соцсетях Рассуждали На тему Высоких налогов На местные Разговоры наши Высоких налогов На недвижимость И когда я попытался Им сказать Ну ребят Вы же голосуйте За тех людей Которые Поднимают вам налоги Вы этого что Не понимаете Ну они прекратили разговор Им это стало неинтересно Сразу потому что Они не могут признать Что партия Вот эта партия За которой они голосуют Она движется В этом направлении У них нет других идей Кроме как повысить налоги Обобрать Выровнять Разровнять Понимаете Это то же самое То же самое Что наблюдается В аргументах Спора Во время спора С леваками С коммунистами С не слишком Образованной молодежью Или может быть Образованными Но неправильно Они постоянно Приводят Пример С использованием Гарри Поттера Они все время Сравнивают То что происходит На политической арене В США Они почему-то Это все сравнивают С Гарри Поттером Такое ощущение Что их Мыслительные способности Что их Знаете Кругозор Ограничен Книжками Джоан Роллингс То же самое И в экономической Политике Они не могут Доказать свою точку Зрения Поскольку у них Отсутствуют Хоть какие-то Крупицы знаний Которые необходимы Чтобы Например Предоставляют Аргумент Почему коммунизм Хороший Например У них нет ничего Кроме эмоций Понимаете В этом большая проблема Поскольку они Не образованные А те которые Имеют Хоть какое-то Образование Они Говорят Абсолютную Чувь Которая Лежит В области Фантазии Значит К сожалению Я знаю Вирджинию Очень хорошо Мэриленд Вирджиния Вашингтон Я оттуда Но Не в этом Дело А Вирджиния Значит Давайте даже Посмотрим Вот вы говорите Образование Те люди Которые Голосуют За Допустим Которые Голозовали За РАФ Те школы Которые Принадлежат Вот этой Эрии Называется Ферфакс Каунти Очень Левая Это очень Левая Система Это очень Либеральное Образование Конечно Они все Будут думать Что То что Им говорят Насчет Вот этих Всех Налог Насчет За кого Надо Голосовать Они будут Голосовать В левую Сторону Они не Понимают Что такое Социализм Они не Понимают Что Что такое Коммунизм Потому что Там их Учит Бред Досчитается Одной Из самых Лучших Каунтик Для школ Я думаю Я думаю Это присуще Не только Школам В этой Каунти Я думаю В большинстве Школ В Паблик Скулз В большинстве Детям Объясняют Что капитализм Это вообще Несправедливо Очень Это Жадные Люди Эксплуататоры И так Ну то есть То что Говорили в советских Школах Это эксплуататоры А вот Социализм Это когда Справедливость Это борьба С неравенством Борьба С экономическим Неравенством Мы неправильно Образованы И вот в чем Проблема И вы не просто Неправильно Образованы Вы еще Плохие люди Поскольку У вас Отсутствует Чувство Сострадания И заботы К ближнему Ну я же Расистка Вы же Знаете Меня сколько раз Называют Нацистка Расистка Что еще Можно Человек Который Ненавидит Женщин К сто Процентов Давайте Попробуем Принять Звонки Наши радиослушатели Хотят поучаствовать В разговоре Добрый день Пожалуйста В эфире Алло Здравствуйте Может Мне немножко На другую тему Но мне нужно Павла Спросить Павел Да Да А вы Канаде Не общаетесь С украинской Диаспорой Нет Я только на фестивале Раз в год хожу Когда он проводит В столице Поехать Украинские борщи Посмотреть Что происходит Но вы Знаете Какие у них Там настроения Ничего Нет Поскольку Я Вопрос Потому что Я когда Слушаю Сейчас Украинских Политиков То что Происходит В Киеве И кругом И оппозиционных У них Такое Знаете Трамповское Настроение Вот они Говорят Что оказывается Народ Для того Чтобы Президент Выполнял Его Обязательства Решил Не покупать И банки Трампа И банки Трамп И ее Дерьяния И народ Оставляя Трампа Выполнять То что Он Обещал Мать И говорят Оппозиционные Глупые Люди И не могу Понять Или Ничего Не понимают Или Это чисто Идет Для Для Электората Или Они Так На самом Думают И Не Один Принципе Знаете Идет Очень Сильно Такая Антитраповская Риторика Демократичная И то Самое Кстати На украинских Радио Общиках Это Самое Что Они Демократы Украинцы Что Вообще Спасибо Спасибо Большое За Ваш Зазонок На самом Деле Мы На Эту Тему Говорили Еще В канун Выборов Значительной Частью Украинской Общины Внушили Что Трамп Является Подручным Путина Им Просто Внушили Это Конечно И При Их Отношении К Путину Причем Понятном Объяснимом Справедливом Отношении К Путину Они Своё Вот Это Отношение Перенесли Автоматически На Трампа Не То Что Зависит Что Это Хиллари Клинтон Все Делал То Что Они Там Стояли За Российскую Российское Государство В Украине Чтобы Голосовало Как Россия Хочет Но Это Трамп Я Я думаю Что Никто Из Украинской Общины Кто Голосовал Против Трампа За Хиллари Клинтон Об этом Даже Не Слышали Это Не Удивительно Что Подеста Круп Который Возглавлял Родной Брат Тони Подеста Тони Подеста Родной Брат Джана Подеста Который Возглавлял Избирательную Компанию Хиллари Клинтон Что Эта Группа Работала На Януковича Вот Если бы Они Накануне Выборов Это Знали Может Быть Они Несколько Иначе Посмотрели На Вещи Сергей Пол Манафорт Тоже На Эту Группу Работала Совершенно верно Но это было В 2012 Году В 2014 12 Году И Таким Образом Получается Что Незнание Невежество Порождает Вот Это Настроение Против Трампа Поэтому Вы Понимаете Что Когда Такую Пропаганду Проводят Вот Это Сплошная Пропаганда Нужно Иметь Скип Гот А Скип Гот Кто Трамп И вот Сейчас И боюсь Что даже При наличии Этой информации Те люди Которые Поддерживали На выборах Хиллари Клинтон Они будут Отметать Эту информацию Ну собственно У них Есть основания К этому Потому что Официально Мюллер Об этом Ничего Не говорит Он Все время Арестовали Манафорта Но это Преподносится Как Да Ну Тони Подеста Стап Титя Он Как бы Он Сошел Со своего Места В этой В его Группе Подеста Я не знаю Конечно Было Несколько Вещей Где говорили Что Тони Подеста Арестовали Я не могу Не найти Это Где я Сначала Это увидела Я Обрадовалась Но потом Когда я Посмотрела На те Сорсы Которые На которые Я смотрю Которые Я считаю Дают Они ничего Про это Не говорят Так что Я в это Пока не верю Ну Может быть Это идет В эту сторону Может быть Но во всяком Случа Люди Которые Так или иначе Поддерживаю Поддерживали Хилари Клинтон И ненавидят Трампа Потому что Он якобы Друг Путина Они эту информацию Дело в том Что О том Что арестовали Манафорта Говорили На всех Телеканалах И причем О нем Говорили Как Руководители Избирательной Компании Трампа Хотя Все Нет никакое Отношение К Трампу Хотя Те делишки За которые Его арестовали Это было Последняя Трансакция Была в 14 Году А работал В 12 Году Вместе Сподеста И причем Работал Против Украины Работал На Путина И работал На Януковича Но об этом Средство Массовой информации Молчат Ну вот Допустим Даже Вот Часть Мы говорим Вот это Говернер То что Выбрали В Вирджинии Вот это Как его зовут Ралф Норт Да Ну что-то Такое Да Очень Такое Как Назов Робин Значит Его выбрали Да Что Говорят Вот эти Все Вот это Весь Я говорю Мейнстрим Медиа Потому что Индепендент Медиа Они совсем Другие Они от этого Деньги Не получают Они получают То что Они пытаются Они настоящие Журналисты Они пытаются Показать Настоящую Вот Настоящие Новости Мейнстрим Медиа Это то что Им отплачивают Конечно Значит Что они пишут Как это Как это Влияет На Трампа На популярности Трампа Что это Имеет С популярности Трампа Это Синий штат Который Выбрал синего Говермент Это Губернатора Да Что здесь Такого Не знаю Интересного То есть До него Губернатором Был Макафи Который Был лучшим Другом Хиллари Клинтон Который Там Позволил Голосовать Уголовникам 200 тысяч Уголовников Принимали Участие В выборах И При этом Они говорят Вот это Как бы Референдум На Трампа Хотя на самом деле Северная Вирджиния Это Это по сути Дело Вашингтон Диси То есть Там живут Те же самые люди Мэриленд Вирджиния Диси Это называется Метрополитан Эрия Значит Все С друг Другом Имеют Отношение Те Говернер То есть Извиняюсь Те Говернер Те Сенатер Те Которые Имеют Свои Резидент В Диси У них Дома Или В Вирджинии Или В Мэриленде Я Я жила Очень близко К ним Я проезжала Их Дома Очень много Вы знаете В каких Домах Они живут Какие Меншины На самом деле Проблема Мне кажется Не в том Что По крайней мере Проблема Не только Заключается В том Что Голосовали Все Либеральные Товарищи Может быть Какие-то Приехавшие Или соседние Избиратели Проблема Была в том Что Сам Кандидат Республиканский В общем-то Не смог Мобилизировать Своих Сторонников Республиканцев Смотрите Он всячески Отнескивался От программы Президента В самом Начале Только В самом конце Он начал Как-то Очень вяло Очень Знаете Очень спокойно Очень Неэмоционально Высказывать Одобрение Программы Америка Прежде всего Президента Именно Из-за Этого Что Подобный Бушистский Кандидат Показал Себя Как полное Политическое Ничтожество Республиканская Партия Проиграла А посмотрите Сколько Таких Будут Еще Впереди В 2018 Году Это даже Страшно Подумать То партия Не умеет Выигрывать Они не знают Как проводятся Выборы И как Нужно Мобилизовывать Своих сторонников Ну он действительно Представитель Эстеблишмента Самый стопроцентный Что ни на есть Но с другой стороны Демократический Кандидат После того Как он выиграл Праймарис Он стал двигаться К центру Он стал говорить О том Особенно в последнее время Буквально накануне выборов Он стал говорить о том Что мы должны Работать с президентом Та-да-да Та-да-дам 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 То есть Ну Сыграл на публику Как обычно И оно сработало А Галаспий К сожалению Действительно В начале В начале Избирательного цикла Не то чтобы Дистанцировался От Трампа Но он Во всяком случае Не упоминал Его программу Он говорил о себе О своих планах Ну смотрите Где они находятся Я считаю Что это все равно Ничего не решило Ничего не решило Я считаю Что так Это все равно не решило Я сейчас посмотрела Десять самые синие Штаты в Америке Вы знаете кто Номер один Вашингтон Ди Си Номер три Вся бюрократия Все лоббисты И кстати Неудивительно Еще одно обстоятельство Пять самых богатых Каунти Находится как раз Вирджинии Вашингтон Ди Си Вирджинии Мэрилинд Да Вот это конечно Номер один Вашингтон Ди Си Номер три Мэрилинд Ну Я Если бы там Республиканец Выиграл Я была бы Удивлена Понятно То есть Ничего удивительного В этом нет Давайте попробуем Принять звонок Добрый день пожалуйста В эфире спасибо Что подождали Это мне Да У меня У меня У меня очень Такой вопрос К вам Значит первое Первое что Девушка опять Неправильно Ведет себя У вас на суде Все Спасибо большое Давайте так Давайте мы уже Не будем не судить Кто На мой взгляд Она ведет себя Весьма Весьма Правильно А мне Очень даже Интересно Взгляд Человека Которому Которому Проще Говорить на английском Или на хибро Чем на русском языке Не 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 Здесь не за что Никаких проблем Нет У меня Можете меня обсуждать Нет проблем Нет Потому Я уверен Сейчас в ответ На этот звонок Раздастся Несколько десятков Звонков Которые будут Говорить что Пожалуйста Лучше на тему Говорить здесь Про это всего Потому что Это намного Более интересно Я об этом и хотел сказать Потому что Мы уйдем В обсуждение Меня Может быть Надеюсь Люди когда не имеют Люди когда не имеют Настоящие вопросы Или люди которые Не знают о теме Которой мы говорим Ведут на Personal attacks Давайте вот так скажем Мне все равно Я лучше буду Говорить о этой теме И вот это будет Намного интереснее Да Мы можем посвятить Целую передачу Персонали Ну когда начнем О персонале Говорить Если мы захотим Этого Но есть гораздо Более насущные Гораздо более острые Темы О которых Следует говорить Добрый день Пожалуйста Мне кажется Что очень важной Насущной темой Является То что Вчера Демократам Удалось Избрать Знаете Окружного Прокурора Который Который Является Бывшим адвокатом Движения Черная жизнь Не имеет значения Фактически Человек Который Защищал Террористическое Движение Против Закона Был поставлен В главу Правоохранительной Системы В этом Округе То есть Представьте себе Что будет Происходить На уровне Штатов Это даже Не то Что Сумасшедшие Стоят Во главе Дома Для Умалишенных Это даже Что-то хуже Вот это Действительно Вот это Обстоятельство Вызывает Тревогу Особенно Должно Тревожить Жителей Этого Штата Давайте Попробуем Все-таки Дать Возможность Радиослушателю Задать вопрос Или высказаться Пожалуйста Алло Здравствуйте Спасибо за передачу Маленькая ремарка Этот Губернатор Которого Не избрали Ну который Ранился От республиканцев Он даже Не индорсил Трампа Это первое И Трамп Соответственно Не индорсил Его А второе У меня к вам вопрос А где Наш прокурор Сэшн Вообще Чем он занимается Я его Вы знаете Насколько мы видели Бывших прокуроров Насколько Ну От Обамы Насколько мы их видели Чуть ли не каждый день В новостях Сэшна мы не видим И не слышим Хороший Это очень хороший вопрос Помните Джанет Наполитана Да У кто там еще был Холдер Эрик Джанет Наполитана Была Хомлайн Секьюрити Эрик Холдер И Лоретта Линч Вот эти две фигуры Которые Мелькали На телеэкранах Персоны Которых Окружены Скандалами Если не Криминальными Преступлениями Эрик Холдер Вы помните Был Инконтемт В Конгрессе По поводу Того Что он О операции Фест инфьюриес Когда они Перегнали Несколько тысяч Стволов Наркокартелью Мексиканскому И он Давая показания В Конгрессе Заявил Что он Об этом Узнал Из газет Ну Собственно И Обама Тоже Все новости Все политические События Которые происходили Тоже говорил Я об этом Узнал Вот только что То есть Это должно Подлежать Расследованию Как это Несколько тысяч Стволов Причем Одно убийство Нашего пограничника Было совершено Как раз Из партии Этого оружия Говорят Что во Франции Вот теракт Который унес Более сотни тысяч Ой Более сотни людей Тоже был Проведен С помощью Оружия Которое было Переправлено В наркокартель Я не знаю Это Я не уверен Что это так Но во всяком случае Разобраться в этом следует То есть Вот такие скандалы Они всегда мелькали На телевидении Причем Это такие Понимаете Активные Такие Борцы За справедливость В их понимании Борцы за справедливость А наш Сэшенс Почему-то Действительно Его не слышно Не видно Его порой Вытаскивают В конгресс Чтобы он читался Возможно Его еще раз Вытащат Его я думаю Еще один раз Вытащат Ну вот допустим Даже вот Если пойти на гугл И написать Написать Джефф Сэшенс Вы ничего такого Не найдете Интересного Вот о том Что мы сейчас говорим Здесь ничего нет И это Это хороший вопрос Где он То есть Понятно Что во время слушания Во время его утверждения Он сказал Что он Исключит себя Из расследования То что касается С взаимоотношений Компании Трампа И это Но вот сейчас Средства массовой информации Обсуждают I recuse himself From Hillary Clinton Ураним вам Одни говорят Что он да Он recuse himself Другие говорят Нет Он сказал Что он не реку То есть Вообще непонятно Что происходит Такое ощущение Зачем он это делает Да В чем смысл Назначение Человека На подгенерального прокурора Если тот человек Откровенно Не справляет Своими обязанностями Может быть он отличный Вернее он отличный Сенатор Но его Должность Его занятие В должности Генерального прокурора К сожалению Показывает себя Менее чем Информативным Мягко скажем Разобраться Что происходило Во время Праймарис В демократической партии Как Клинтон Мыло деньги Да То есть Там довольно много Чего интересного О чем наши Либеральные Друзья Так сказать Не знают Или не хотят Знать Или делают вид Что ничего не произошло Но там есть С чем разбираться Вот об этом Мы поговорим В следующем сегменте Нашей программы Мы сейчас сделаем Небольшой перерыв Послушаем рекламное Объявление Буквально Пару минут Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжаем нашу программу Со мной в студии Номи Сим И Павел Черноусов С нами По скайпу Итак Либералы не хотят видеть Что же происходит В демократической партии Что происходило Во время Праймарис В частности Ну вы знаете Если вы посмотрите На результаты Которые Которые Были оглашены Вчера вечером Посмотрите Что Демократы выбрали Целых два новых Губернатора Это в Вирджинии Нью-Джерсе Что весьма ожидаемо Я не понимаю Почему Про это говорят Как будто Это какой-то конец Света для республиканцев Или как Написали В Вашингтон Таймс И во всех других Либеральных изданиях Это конец Трамповской эры Это абсолютная глупость Эти два Совершенно синих Штата Демократических Ожидать чего-то еще Было бы просто глупо И безответственно Посмотрите Что еще Избрали два Так называемых Лейтенант Губернаторов Да На русском Будет Которые черные Которые демократы Да Это так В качестве информации Потому что Это были не республиканцы Самое возмутительное То что Товарищи Избрали Двух Так называемых Трансгендеров То есть Людей С какими-то Психическими Расстройствами Людей Которые Нужна Срочная Медицинская Помощь Которые Должны Наблюдаться Поскольку Они представляют Какую-то Опасность Прежде всего Для самих Себя Я уже Заметил В предыдущем Сегменте Что был избран Юрист Представляющий Интересы Движения Черной Жизни Имеет значение На пост Дистрикт Тони Окружного Прокурора Филадельфии Мэр Хобокина Был Избран Пардон Демократ Был избран Мэром Хобокина В том числе Он является Сикхом И самое возмутительное Что Социалист Был избран Вирджиния То есть Человек Который Открыто Называет Себя Социалистом Мы уже сказали Что это Один из двух Губернаторов Но то Что он Об этом Может Откровенно Говорить И при этом Побеждать На выборах Это Показывает Насколько Далеко Шагнула Демократическая Партия Насколько Избиратели И шагнула Далеко Влево Ну и Социалисты Деблазио Переизбрали На второй срок В Нью-Йорке Что собственно Тоже неудивительно Потому что Нью-Йорк Превратился В помойку Самую настоящую И Сенкчури Сити И то есть Сброд В общем Ничего удивительного В этих выборах Не произошло Все ожидаемо Все понятно Номи По поводу Вопрос был По поводу Пусть Номи Говорит По поводу Почему По поводу Дана Бразил По поводу Демократов Вот тут А Почему Демократы Сегодняшние Или либералы Не хотят Посмотреть На то Что Ихняя партия Настолько Как сказать Коррупт Мы пытались Подобрать Слово Ригд Павел Подскажите Слово Ригд По русски Сказали Ригд Они В буквальном смысле От них Несет Чего-то Павел Можно ли Как-нибудь Слово Ригд А вот То Что Используют То есть Ну вот Не Спальсифицированы Но вот Поделали Поделано Было Это то Что Близкое Слово Которое Я могу Подумать Как Слово Ригд Да То Что То Что Произошло На Прайм Демократической Партии То О чем Дана Произошла Вышла Значит Она Выпустила Первую Половину Сфабриковано Да Сфабриковано Может быть Давайте так Скажем На самом На самом деле Уже все Понимают Что Ригд Это Имеется Ввиду Что-то Неправильное Это то что Заранее Сделано Для того Чтобы получить Определенный Результат Конечно Значит Все Как тема Так идет Сейчас Дана Бризел Вышла Половина Ее книги Вышла И там Было Написано То что Она Сама Сказала То что Вот эти ДНС То что Хиллари Клинтон Подделала Ну Ригд Вот это Все Электрон Было В ее Пользу Почему Потому что Она Контролировала Все Деньги Этой Организации Они Были У них Очень Был Большой Долг Потому что Обама Разорил Совсем И Хиллари Клинтон Сказала Что Ну Может Она Это Не Сказала Что Она Будет Она Вытащит Из этого Она Покроет Их Долги На Определенных Условиях Конечно И все Потом В конце Она Получит Вот эту Позицию Кандидата Для Демократической Партии Значит Она Вышла Это Все Рассказала А потом Практически Может День Два Или Три Вышла И сказала Что Вот Вы Мне Слова Кладете В рот Это Я Я Не Не Так Сказала Она Начала Отступать Назад Отыгрывать Назад Да Она Начала Так Отступать Говорит Что Нет Так Не Был Я Ничего Так Не Сказала Вы Не Правильно Поняли Да Вы Вы Меня Неправильно Поняли Это Все Вранье Перестаньте Хватит Меня Атаковать Я Просто Позвонила Берни Синдерс И ему Что Он Преиграл Потому Что Вот Так И Случ А Значит Это Так И Случ Вы Поделали Чтобы Хиллери Клинтон Выгла Потому Что Она Контролировала Все Деньги Вашей Организации Она Она Сама Открыто Признает Она Пишет В книге Это Явление При котором Хиллери Контролирует Административный Аппарат Демократов Она Назвала Это Раком Как Можно Знаете Меньше Чем За Неделю Сказать Что В понедельник Заявить Что Хиллери Это Рак А Уже В среду Говорить Что Она Спасительница И Вообще Молодец И Сейчас Еще Одно Еще Что Подошло К этому Хиллери Кампейн Они Сейчас Говорят Что Они Не знают О чем Дана Брюзл Говорит Что Это Все Она Выдумала И Это Все Неправдость Но А Потом На Следующие Как бы На Следующее Предложение Они Говорят Она Рашин Бот То есть Она Утверждают Что Она Подверглась С одной Стороны Была Подвержена Русской Пропаганде И Поэтому Она Вот Так Считает Сейчас Из нее Пытаются Сделать Клоуна На Всех Средствах Массовой Информации На Либеральных Для Нас Это Хорошо Пусть Они Это Делают Чем Больше Они Будут Выходить Может Быть Справда Допустим Элизабет Уайн Она Вышла Ее Спросили Ее На Телевизоре Спросили В интервью Ты Это Считаешь Было Ты Считаешь Что Было Ригг И Она Даже Ни Секунду Не подумала Сказала Яс Да Послушай Мне кажется Это Очень Странно Как Человек Может Кардинально Претворечить Тому Что Она Опубликовала В Писенном Виде Кто С ней Провел Обстоятельный Разговор Вы Читали Наверное Или Слышали О том Что Она Упоминает Сета Ричи Называет Его Патриотом Или Человеком Который Очень Много Сдел Для страны Ведь Это Неспроста С Какой Стать Она Это Делает Помоги Читала Сообщение О том Что Она Приняла Какие Меры Безопасности И Предостережения Задергивает Шторки В доме Да 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 Упоминая Ричи Она Говорит О том Что Она Занавешивает Шторы В окне Чтобы Снайперу Сложнее Было Ее Выловить Но Самое Интересное Русские Снайперы Да Русские Значит Я хочу Привести Вот это Примение Пример В то Что Над этим Надо Смеяться Эти Демократы Дошли До такой Степени Вы можете Посмотреть На Это Венди Сери Групп Тоже То Что Я Там Когда То Видела То Что Они Говорят Россия Это Россия То Над этим Надо Смеяться Небо Синее Россия Сделала Запомните Кто Упал Хиллари Клинтон Упала Вы должны Понять Что Они Дошли До Такой Степени Где Они Столько Раз Врали Россия 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 Они Сейчас В это Верят Сами Точно Верят Их Переубедить Невозможно А еще Одна Информация Очень Интересная Мало Того Что Хиллари Обама И ДНС Профинансировали Fusion GPS Вот Это Досье Так Выясняется Что Они Еще Давали Взятки Журналистам На ведущих Телеканалах Чтобы Они Об этом Говорили Да То есть Мало того Что Предоставили Ложную Информацию Тут Конечно Отличился Джан Маккейн Республиканец Да Республиканец Который Доставил Это позорное Досье Выдуманное Профинансирование Профинансированное Хиллари Клинтон И ДНС Он Доставил Это ФБР Так Они Еще Давали Взятки Средства Массовой Информации Чтобы Об этом Говорили Поэтому Не мудрено Что Люди С Неустоявшимся Сознанием Некоторые Будучи По возрасту Взрослыми Людми Но Обладая Мозгами Ребенка Впитывают В себя Всю Эту Дезинформацию И начинают В это Верить Я считаю Что самое Хуже Это то Что Я думаю Вот эти люди На Уэндийссири Тоже верят Это то Что Говорится Что Россия Я говорю Россия в скобках Потому что Это не было так Это уже Все Нашу Демократия Демократия И наше Государство Выборы ДНС Это не Не Преднадлежит Государству Это частная Организация Она не имеет Никакое Отношение К нашему Государству И То что Люди Верят Что Россия Хакнула Наши Как называется Воулинг Я даже Не знаю Что таким Людям Говорить Вы должны Пойти К психиатру И поговорить С ними На последование На сегодняшний день Я включал СНН Там сейчас Обсуждается Другой вопрос Какой-то эксперт Заявил о том Что это не было Внешней работой Поскольку скорость С которой это было Загружено Даунлоуд И так далее Говорит о том Что это была Внутренняя работа То есть это не Через какие-то сети Проходило А скачали Тупо На флешку И передали И тут мне вспоминается Опять Сет Рич Сет Рич Да Ну и вот И президент Попросил Помпея Директора СИАИ Чтобы он встретился С этим человеком Помпея с ним Встретился Поговорил И результатом Этого разговора Помпея Сказал ему Вам нужно Встретиться С людьми В ФБР То есть Если бы В этом Ничего не было Если бы Это была Какая-то чушь Помпея Который Ну непосредственно Как бы подчиняется Президенту Можно было понять Что он выслушал Да мы подумаем Посмотрим Но очевидно В этом что-то есть Коль скоро Помпея Порекомендовал ему Встретиться С людьми Из ФБР То есть Совсем не исключаю Что Я не утверждаю Но я не исключаю Что будет доказано Что это действительно Внутренняя работа Что это кто-то Из штаба Демократической партии Скачал на флешку Все Все имейлы И так далее И передали это Викилиц Но это только так И возможно было сделать Технически Технически Если посмотреть Как быстро Это было Как быстро Они перенесли Вот эту информацию Это можно было Только через вот эти Flash drive Сделать Никто не мог Чтобы это Чтобы вот такую вещь Выдать И сделать Ну То есть Все эти заявления Россия хакнула Нашу демократию Это атака На нашу демократию Это атака На наше государство Они под собой ничего Так сказать Никаких оснований Не имеют Кроме пропаганды Я хочу сказать Что у меня нету Никакой любви К России Абсолютно Никакой любви К России Вообще Потому что Я считаю Что это государство Которое Ужасно своим людям То что они Вытворяют сегодня В мире То что они Поддерживают терроризм Ужасное Ужасно Вот Путин Ужасный человек Чтобы он Ну вы знаете Ну то что мы Здесь такие вещи Мы только ему Даем больше силы Мы ему даем Больше возможностей Делать то что он делает Потому что Что бы ни случилось Россия сделала Ну окей Ну если Россия То же делать Почему им дальше Это не делать Павел Что вы думаете По этому поводу Или примем звонки У нас люди тут Давайте примем звонки Давайте попробуем Добрый день Здравствуйте Дорогие друзья Здравствуйте Здравствуйте А вы знаете Я вот так Послушал Послушал Я Со стороны Так интересно Мне кажется Что нам всем Нужно создавать Новое движение Которое бы называлось Republican Lives Matter Потому что Что то такое происходит Но вообще Непонятно Значит про Мена Форд Вообще не сходит С экранов телевизоров Причем Ни по CNN Ни по Факсу Все говорят о Мена Форд А Хиллари Вообще никто не говорит Кроме Хеннери И даже он Когда он говорит Он и Джанин Пьеро Но Так интересно Вот Такое ощущение Как будто Они говорят В пустоту Потому что Вообще Ничего Не происходит Абсолютная Какая-то Такая Вязкость Которая Просто Повязает Все то Что связано С демократами И с Их Лидерами Это вообще Какой-то кошмар А вот Насчет Сэшн Я просто пытался Раньше позвонить Не получался Ладно Павел Вы понимаете Это очень Элементарная Вещь В том смысле Что Даже тот же Хеннеди И та же Пьеро Они Оба Орут В один и тот же Голос Но никто Их не слышит Что Сэшн Уже Не только Давно себя Изжил Он никогда И не начинал Кроме того Что он Прошел Вот Я говорю Или вы так думаете Он никогда не начинал Продолжайте Он никогда не начинал Почему Потому что Он прошел Вот эти вот Утверждения Да Confirmation После этого Он сразу Recused himself От этого От Russian Investigation Потом Кстати Ответ на ваш вопрос Он таки Да Recused himself From Uranium Почему По моему Это до сих пор Обсуждается Потому что Я в одном В одном месте Видел информацию Что он Да Recused himself А в другом месте Видел Что нет Опять же Это точно Никто ничего Не знает Они обсуждают Это с той точки зрения Что они считают Что это все равно Часть Одного И того же Ну это печально Это значит Что никуда Это не сдвинется С мертвой точки Значит пора ему Так сказать Подать прошение Об отставке И идти себе спокойно Вместе с Розенстином Кстати Который тоже Замешан по самые уши В этом деле Иначе мы до правды Так никогда И не докопаемся Я небольшой Конституционалист Но Может ли Может ли Трамп Его уволить Просто вот Под звуки Если есть основания Какие-то Но если он не выполняет Свою работу Если он полностью Давайте Это очень будет Затратное движение В политическом смысле Поскольку Сэшинг пользуется Большим уважением В Сенате Вы помните Как его запугивали Трампа И Сенаторы наши Что Особенно Грэм Сказал Что не дай бог Если он Сэшинс уволит То мы тут ему Устроим Он может Это сделать Сделает он Это или нет Это я думаю Что не будет То есть Юридически Наверное Имеет право А политические Последствия Могут быть Катастрофическими Иначе бы они Так бы не пугали Совершенно верно Вообще Трамп по-прежнему Продолжает Со всеми бороться То есть Во время выборов Вы помните Он с эстеблишментом Боролся С републиканской партией С демократами И сейчас Нева Трампер Да Ну это все возвращается В индепендент Мейнстрим медиа Вот как Вот сказал человек На Факс Ньюз Ничего Все про этого Менафорд Ничего не слышно Было про другие новости Было про вот этого В церкви То что было Человек зашел И стрелял Ну ничего Нету По другой стороне Это называется Мейнстрим медиа Надо смотреть Я считаю На индепендент Медиа Медиа Которые не получают За это деньги Это вы считаете Это вам Для того Чтобы докопаться До истины Нужно смотреть Ну а скажем Лене Могилевскому Или там Мельниковой Или там Биг Бовой Им не нужно Им это не нужно Им нужно наоборот Подтверждение У них аллергия На факты Абсолютно Поэтому они будут Чем дальше Тем больше будут смотреть CNN Потому что это подтверждает Их позицию Социал-демократия Или какое-то Оно все равно Заканчивается в итоге Тоталитарным режимом Тоталитарный режим Со своими оппонентами Разбирался очень просто И продолжают разбираться Куда они глянете Либо в тюрьму Либо убили Либо еще что-то Произошло В наших социальных сетях Так называемые Либералы Я уже говорил об этом Что на самом деле Самый злейший враг Либерализма Это левые Они украли Эту тему Мы их называем Условно либералами Но к либерализму Они не имеют Никакого отношения Это самые настоящие Последователи Тоталитарных режимов Когда вы с ними Ведете дискуссию В соцсетях И пытаетесь Привести им факты Когда у них Кончаются Заканчиваются эмоции Когда у них Слюни кончились Они вас просто блокируют Они вас удаляют Из этой группы Они не дают вам Возможность С ними разговаривать То есть Понимаете Если бы вот эти люди Были у власти Они бы нас сажали В тюрьму Они бы нас расстреливали А здесь Поскольку они руководят Определенной группой Они нас просто лишают Голоса Да Потому что у них Нету никакого аргумента Они не знают Как разговаривать С людьми Которые не имеют То же самое Мои мнение Как они Все должны Разговаривать Со всеми Потому что Иначе мы никогда Не будем иметь Возможность Научиться Что-то новое С ними Просто бесполезно Говорить Они закопали Свою голову Под землей И они там будут И сидеть И думать Что мы идем А они там Хорошие Такие Они умные Они образованные Мы все Не образованные Они образованные И они еще Сострадание Ко всему миру Они хотят Душевные Душевные Если бы каждый Как простая же мысль Если каждый человек Позаботится о своей семье О своих детях Сделает их счастливыми То все Если все будут делать счастливыми Своих близких То все будут счастливыми А эти хотят сделать Весь мир счастливыми Они даже не знают Что такое слово Счастливыми Нету такой вещи Чтобы все были счастливы В этом мире Но с ними как бороться Спросите их Чтобы они вам дали Когда они какую-то Ужасную вещь говорят Спросите у них Покажите мне доказательства Я хочу видеть доказательства Иначе я вам не верю Иначе вы не знаете О чем вы говорите И пожалуйста замолчите Но они же любят высказать Там вот эта Леня сказала Что он Как сказать Это Лидер of the community Да Леня Могилевский У нас лидер комьюнити Оказывается Мы узнали Я до этого не знал Что у нас есть Свой лидер Ленчик Могилевский Лидер комьюнити Чтобы все знали Теперь все знают Лень Вот я тебе какой промоушен сделал Леня Могилевский Лидер комьюнити Вы прям бесплатную рекламу Да Я добрый Я всегда готов Был этому человеку Помочь в его начинании Вот сейчас я ему помогаю Леня Могилевский У нас лидер комьюнити Так что мы теперь знаем Ну сейчас вас облют грязью Следите за тем Что будет в группе Видите за новостями Да Так Времени к сожалению Не осталось Я извиняюсь Мы пришли чуть-чуть на другую тему Ничего страшного Ничего страшного У нас еще будет На этой неделе Встреча Мы обязательно поговорим Тем для обсуждений Очень много Все что происходит В этом мире Вот в это время Ух Мы еще даже не поговорили Не обсудили Тему Китая Поездки Вау Результаты поездки Ну это очевидно Мы в пятницу Уже об этом поговорим Хорошо Да Да Конечно Все огромное спасибо Номи Павел Спасибо И до встречи В следующий раз Спасибо Слушайте Народную волну 24 часа в сутки 7 дней в неделю В интернете RadioNBC.com Редактор субтитров А.Семкин